Всем привет, с вами Коля Молот и вы на моем канале. Трансферное окно закончилось, поэтому пришла пора поразмышлять на тему того, как же это окно провел футбольный клуб Ростов. Мы вспомним тех игроков, которых команда купила, продала и хватает ли вообще в целом обоймы на предстоящий сезон. А перед тем, как мы начнем аналитический штурм, хочу порекомендовать вам свой паблик о футбольном клубе Ростов. Этот паблик вы сможете найти в Телеграме и ВКонтакте. Ссылочка будет в закрепленном комментарии или в описании. Подписывайся обязательно. В летнее трансферное окно Ростов подписал 7 футболистов. Взяли в аренду Камличенко, выкупили Соус за 3 миллиона, тем самым усилили линию нападающего двумя очень классными игроками. Далее было подписано целых 5 защитников. Калинин за 600 тысяч евро, Баштуш взят в аренду, наверняка тоже какую-то копеечку они заплатили арабам за эту аренду. И немножечко прошлись по молодым, взяли Прохина, какой-то там мутный непонятный обмен на Чистякова, еще и право выкупа у Зенита есть первоочередное на этого футболиста. Выкупили Баженова по итогу. И нашли на свободном агенте Котина перспективный центральный защитник ЦСКА, который, правда, за основную команду так и не сыграл. Из перечисленных футболистов можно сделать следующий вывод. Команда никого не подписала в полузащиту. Ни в центр поля, ни на фланге. Это несмотря на то, что из центральной зоны ушло 4 футболиста. Норман уехал в АПЛ, Саплинов уехал в Уфу в аренду. Также не продлен контракт с Махатадзе и расторгнут контракт с Володей Обуховым, который баловался непонятными веществами в ранние годы своей карьеры. Играли ли эти перечисленные футболисты важную роль в центральной зоне для команды? Ну, я бы не сказал. Это только один игрок, это Матиас Норман. Он, да, играл, он являлся ключевой фигурой. Также к играющим можно отнести Махатадзе, но он скорее был подписан как затычка, но полгода, когда у нас там был сумасшедший дефицит по травмам. Хашимота был сломан, Мамаев был сломан, Норман восстанавливался. Этому паренечку и давали контракт на полгода. Если он себя круто проявил бы, с ним бы подписали на 5 лет. Но парень играл очень нестабильно. Остальные Саплинов, Обухов, ну, в последний год, ну, это явно не ключевые футболисты. Делаем следующий вывод, команда-то и не сильно нуждалась в подписи центрального полузащитника. Клуб покинул Норман, из молодёги подтянули Сухомлинова. Вот вам и замена. Да, неравноценная, да, игрок молодой, но дайте ему шанс, пусть побегает. Ладно, что касается обоймы, этот вопрос мы сейчас детально разжуём. Рассмотрим каждую линию, каждую позицию и сделаем вывод в конце этого видеоролика. Провалил Ростов трансферное окно или сыграл уверенно на рынке? Потому что сейчас в кругу болельщиков бытует такое мнение, что мы крайне неудачно сыграли на рынке в это лето. Начнём аналитический штурм с вратарской позиции и будем потихонечку двигаться до форварда. Рядом со мной будет экран с фамилиями игроков, которые могут играть на этой позиции, чтобы вы более наглядно понимали глубину состава. Также будет итоговая оценка для этой позиции. Она будет по пятибалльной шкале, укомплектовка этой позиции на троечку, на двоечку. Будем разбираться по ходу этого видеоролика. Надеюсь, что всё понятно объяснил. Переходим к персоналиям. Долго на них задерживаться не будем. Тут, в принципе, всё понятно на вратарской позиции. Письяков лидер, кандидат в сборную. Очень стабильный футбол показывает уже несколько лет в нашей команде. На подмене у него есть Бабурин. Да, мне кажется, он подсбавил. Возможно, есть какие-то психологические проблемки. И вернулся из аренды Рудаков. На самом деле, очень жаль, что у него не задалось в Ротаре, что он не стал бороться за первое место в составе. У него в претендентах был Обухов. Он его хорошо знает по Зениту. Но почему-то Рудаков сдался и вернулся посидеть на скамеечке у нас. Эту линию я оцениваю на твёрдую пятёрочку. Как вы уже могли заметить, не каждый клуб РПЛ может похвастаться такими качественными голкиперами. Тот же ЦСКА не имеет хорошего сменщика для Акинфеева, как я считаю. Передвигаемся сразу на горячую позицию, которая очень плотно попадает под критику. Никто болельщикам не нравится. Все ненавидят игру Терентьева. Все ненавидят игру Байрамяна на правом фланге защиты. Никто не верит в Ланговича. И все забыли про травмированного Ковалёва, которого заявили в последний день трансферного окна. Критику к Терентьеву я местами, конечно же, разделяю. Он и правда в последних матчах выглядел неважно. Но я больше это связываю с тем, что Сёмин перестроил команду. Три защитника, а Терентьеву вновь нужно играть латераля. Очень высоко подниматься в атаку. И в последних играх это у него не сильно получалось. Не могу, кстати, сказать, что Байрамян будет плохо смотреться на правом латерале. Здесь играть гораздо легче, плюс его атакующий потенциал будет раскрываться гораздо лучше, чем он играл в четвёрке защитников на правом защитнике. Там, конечно, ответственность гораздо выше на нём лежала. Здесь ему должно быть попроще в случае экстренных ситуаций. Комплектовку этой позиции я оцениваю на три с плюсом. Почему не выше, почему не ниже? Объясняю. Всё, в принципе, очень просто. Не хватает одного опытного правого защитника сюда. В принципе, обойма есть. Четыре футболиста на одну позицию более чем достаточно. Один универсал, а для других это родная позиция. Ковалёв так вообще всегда латераля играл в ФНЛ. Может быть, после крестов тяжело будет ворваться в футбол, но за счёт большого желания он может себя проявить в перспективе, конечно, на позиции латераля. Моментально отправляемся на противоположный фланг обороны. Здесь мы видим безумную глубину состава. Шесть игроков на одну позицию. Да, здесь есть Фольмер, который, в принципе, никогда не играл латераля до Сёмина. Но если Сёмин увидел в нём перспективу, значит, он будет качать его скиллы на этой позиции. Также мы не забываем о том, что Терентьев может закрывать два фланга, Барамян может сыграть и на этом фланге аналогично, и также молодой Николаев, который пушечные выстрелы кладёт в стиле Роберто Карлоса за молодёжный состав. Здесь за счёт глубины состава, здесь за счёт того, что есть два явных лидера на эту позицию, Калинин и Паярков, я оцениваю укомплектовку состава на твёрдую пятёрку. Центральные защитники. Здесь я считаю, что, конечно же, до конца трансферного окна мы должны были урвать одного опытного футболиста на баночку, потому что играть с тремя центральными защитниками по ходу сезона и иметь на скамеечке молодых – это достаточно рискованно. Но не забываем о том, что трансферное окно для свободных агентов в России всё ещё открыто, их можно заявлять, мне кажется, там осталась одна неделечка, прям вот ровненько. Поэтому, может быть, мы ждём Кверквелию? Посмотрим, время есть. На эту глубину состава можно посмотреть и под другим углом. С учётом того, что схема поменялась три центральных защитника, тактика гораздо оборонительной стала. Этим защитникам может помогать два центральных полузащитника, латерали помогают. При таком футболе гораздо легче встроить молодого центрального защитника в состав, потому что у него всегда будет подстраховка, всегда кто-то его прикроет. И косички, даже если он и допустит, напарник может их подчистить. В принципе, те минуты, которые Сёмин подарил Милёхину, он не оплошал. Средний балл у него был приличный после этих полутора матчей, которые он отбегал. Глубину этой позиции я оцениваю на 4 с минусом. Это связано только лишь с тем, что мы перестроились на схему в три центральных защитника. Допустим, если бы у нас была двойка защитников, то у нас бы кто-то сидел на скамеечке из трёх основных. То есть Баштуш на скамеечке, ещё и молодой перспективный Милёхин. Это выглядит уже под другим соусом и тянет на 4 с плюсом плотненькую. А так, из-за схемы 4 с минусом. И вот мы добрались до самого интересного. Сколько дискуссий на эту тему среди болельщиков Ростова. Центр полузащиты. Где же наши плеймейкеры? Давайте разбираться. В списке рядом вы видите тех игроков, которые могут закрыть центрального полузащитника. 7 человек. Разве мало? У нас до зимней паузы всего лишь пару месяцев поиграть в футбол осталось. Мне кажется, этой обоймы вполне себе хватит. Давайте посмотрим на эти перечисленные фамилии с учётом того, какой Сёмин ставит сейчас в футбол. Сугубо оборонительный. 3 ЦЗ, латерали, опорник и 2 бокс-то-бокса. При таких раскладах Кашемота, Глебов, бокс-то-бокс, Гигович гораздо больше пользы принесут, нежели Ерёменко и Попов. За примером далеко ходить не надо. Вспоминаем сезон Карпина, когда мы играли в 5 защитников. Что мы видели? Ерёменко и Попов максимально смешные и неуклюжие потуги в обороне были. Вот разве сейчас в ту систему, которую ставит Сёмин, так сильно необходим плеймейкер? Это вот тема для размышлений для тех людей, которые под каждым постом пишут «Плеймейкер! Плеймейкер! Плеймейкер! Плеймейкер!» Зачем обороняться против Урала? Ну подумайте чуть-чуть. Если Мамаев себя будет прекрасно чувствовать после паузы на сборной, мы получим хороший центр поля. Два работяги, нацелены на оборону Глебов и Хошемота, которые также обладают какими, но никакими атакующими данными. И Мамаев. Хороший вот вам распасовщик. Почему вы его всегда списываетесь со счетов? Этот сезон он начал хорошо. Он может отдать передачку как и во фланг, так и тонкую разрезающую на двух форвардов. Как-то вы закапываете и не верите в тех футболистов, которые сейчас есть в обойме. Сухомлинов. Паренёчек супер перспективный. Ну дайте ему наиграться. Пользу-то он приносит. Штрафной опасный заработал. Опасные атаки у него есть. Все данные для того, чтобы заиграть на супер высоком уровне, этот игрок имеет. Пусть раскрывается. Итоговая оценка для центра поля 4 с минусом. Только лишь из-за того, что у нас молодые футболисты на скамеечке. Нестабильные. Могут не войти в игру. Это факт. Это отметать никуда не стоит. Им всем по 19, по 20 лет. Это нормально для молодого игрока. Хоть Сёмин и забросил идею игры с крайними полузащитниками, эту позицию мы в любом случае рассмотрим. В принципе, все те перечисленные футболисты, они максимально универсальные, за исключением Тугарева. Ну и, наверное, Щетинина. Потому что мы его толком не видели, видим его в молодежке, как он разрывает фланг. Остальные 5 футболистов, они создают невероятную глубину в составе. Кто-то может сыграть форварда, кто-то может сыграть атакующего, крайнего, кто-то в центре поля. За счет этого глубина состава невероятно расширяется, несмотря на то, что игроков, как кажется, не так много. Сразу же обсудим позицию центр форвардов. Мы ее, в принципе, обобщим с крайними полузащитниками, ну потому что это атакующая обойма, супер универсальная, которая может играть на большинстве позиций. Кстати, в прошлом слайде не обращайте внимания на оценку, она будет в этом слайде конечная для всей атакующей группы футболистов. Форварды у нас располагают шестью игроками, глубина состава тоже отличная. Про Байрамяна не забываем, как он играл в Рубине у Бердыева на позиции второго форварда схеме с пятью защитниками. Поэтому Семин может вспомнить эти черновички и воплотить их в жизнь вновь. Также в молодеге не забываем про Турящего. Парень, как я считаю, созрел для профессионального футбола. С его физическими данными хватит играть за молодегу, пора подпускать потихонечку. Семин его должен хорошо знать еще с выступлений за Казанку и Локомотив 2. Надеюсь, что шанс у парня будет в этом сезоне. Он заслужил его. Конечная оценка для группы атаки четыре с плюсом. У Семина есть супер универсальная обойма. Он хоть завтра может перестроиться в три нападающих, играть с флангами, играть в два форварда без флангов. Все игроки знают большое количество позиций. Только вы посмотрите на Байрамяна. Мы его чуть ли не в каждую позицию суем, ну потому что он может. И в принципе на своем уровне там выглядит. По итогу, каждая позиция в команде продублирована. Некоторая даже с перебором. Вы в этом сами могли убедиться по ходу этого разговора. Я специально вывел второе окошечко в сегодняшнем видеоролике, чтобы вы воспринимали информацию не только на слух, но и визуальное представление у вас было. Общая численность нашего состава равна 27 игрокам. Это даже с перебором небольшим, потому что по регламенту 25 человек команда может заявить. Ну в зависимости конечно же от возраста. Если они старички, там вступают ограничения по регламенту и ты не можешь более 21 игрока заявить на сезон. К какому лично я выводу пришел после этих размышлений? Мы не доверяем молодым футболистам. Даже я занижал по ходу этого разговора оценки для позиций только лишь из-за того, что в глубине состава у нас слишком много молодых игроков. Получается, что на подсознательном уровне мы точно так же не доверяем молодым игрокам, как и наши консервативные тренеры в российской премьер-лиге. А ведь многие болельщики требуют от клубов, чтобы они выпускали больше молодых игроков, чтобы они доверяли игрокам из молодежного состава, чтобы выпускали воспитанники. Но прямо сейчас, при нынешних реалиях Ростова, мы сталкиваемся с серьезным парадоксом. В Ростов в нынешнем сезоне будет именно такой командой. Мы будем много доверять молодым игрокам. Мы будем давать игровое время своим воспитанникам, игрокам из молодежного состава, которые безусловно этого заслужили. Разве это плохо? Мне кажется, что нет. Особенно, когда молодые футболисты пользуются своим шансом. Сухомлинов прекрасно играл в этом сезоне. Мелехин тоже не выпадал, несмотря на то, что ему 17 лет. А средний балл у него был приличный. Мы это уже обсуждали. Если бы эти молодые футболисты выходили, их топтали в газон, просто убивали в смерть, был бы совсем другой разговор. Но я вижу, что эти молодые футболисты могут играть. И у них есть все данные для того, чтобы закрепиться на профуровне. Также не стоит забывать, что Лимит, возможно, доживает свои последние годы жизни в российской премьер-лиге. И руководство, естественно, хочет продать русских футболистов, пока есть такая возможность. Мы все-таки не та команда, которая в каждое окно может приглашать Еременко подобных футболистов. Поэтому не стоит заострять внимание на том, как было раньше. Как мы за 90-летнюю историю лишь однажды классно выступили в Лиге чемпионов. Нужно вовремя перестраиваться, чтобы здраво оценивать нынешнюю ситуацию в команде. С вами был сегодня Коля Молот. Надеюсь, что главную мысль я донес. Глубина состава есть, игроки есть, обойма 27 человек. Если вы разделяете мое мнение и вам понравилось данное видео, поставьте обязательно лайк. А если вы в чем-то не согласны, отправляйтесь в комментарии. Я обязательно все прочту и вступлю с вами в дискуссию. Мне интересно альтернативное мнение абсолютно всегда. Всем пока, до новых встреч и победы в Южном Дерби!